МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Сегодня на человека каждый день обрушивается лавина информации. Что остаётся в подкорке нашего мозга? Какие мысли мы можем считать нашими, а какие вкладывает в нас кто-то другой? Существует ли психотропное оружие? И чем оно отличается от психотронного? Что угрожает нашей личной свободе? И существует ли она на самом деле? Давайте разбираться. Сентябрь 1992 года. Первый президент России Борис Ельцин неожиданно отменяет свой официальный визит в Японию. Страна восходящего солнца в шоке. Переговоры, к которым правительство готовилось несколько лет и возлагало на них большие надежды, сорваны. Что стало причиной? Почему Ельцин отказался обсуждать проблему Курильских островов? Много лет спустя генерал Федеральной службы охраны Борис Ратников в интервью российской газете признался. В 1992 году на сознание президента Ельцина была организована психологическая атака. Мы сорвали первый визит Ельцина в Японию. Он должен был состояться в 1992 году. Как нам стало известно, президента усиленно программировали на то, чтобы отдать ряд Курильских островов Японии. Если бы запрограммированный президент поехал в Японию и отдал Курилы, в разговор вмешался бы Китай, который тоже претендует на спорные территории. А дальше могла начаться война. Психотронное оружие, о котором сложено столько мифов и легенд, существует. И если его могут направить против первых лиц мировых держав, что говорить об обычных людях? После развала Союза много технологий двойного назначения, которые раньше находились под жестким контролем государства, они были выпущены. И вот где сейчас блуждает часть, можно только догадываться. Елена Русалкина-Смирнова, клинический психолог, эксперт по психотехнологиям и психотронному оружию, считает, управление людьми на уровне подсознания – это всегда палка о двух концах. Одним и тем же методом можно как вылечить человека, так и убить его. В первую очередь психотехнологии были разработаны исключительно для использования в медицинской практике, потому что мы врачи. И разработаны были именно как метод диагностики и метод нелекарственного лечения, то есть психокоррекции. Два почти одинаково звучащих слова. Это два совершенно разных вида оружия – психотропное и психотронное. Психотропное оружие предполагает обязательное использование дополнительных средств для воздействия на сознание человека – лекарств, химических и наркосодержащих препаратов. Психотронное оружие оказывает влияние на человека исключительно при помощи техники – телевидения, радио, компьютера, всевозможных антенн и излучателей. Это уникальные архивные кадры нацистской звуковой пушки доктора Ричарда Валаушика. Специальная установка, собранная в 1944 году, производила звук такой частоты, который резонировал с жизненно важными органами человека. Физик с мировым именем Всеволод Рабаджи еще в 70-е годы прошлого века доказал, тело человека резонирует с частотой в 6 Гц, грудная клетка – от 5 до 8 Гц. Мозг подвергается резонансу на частоте от 20 до 30 Гц. Если на человека направить поток инфразвуковых колебаний, то можно повысить его кровяное давление, изменить сердечный ритм, ослабить слух и зрение, повлиять на дыхание. Звуковая пушка, которая убивала людей на расстоянии до 60 метров. Но она так и не была опущена в производство, потому что... Ну, потому что это было тупиковое направление науки. Любой пулемет убивает на расстоянии полтора километра. А на расстоянии 60 метров можно подбежать и убить голыми руками. А позже установку захватили американцы. Звук, который действует на человека разрушительным образом. Но если немцы пытались сделать этот звук смертельным, то сейчас пытается человека вывести из строя. То есть сделать так, чтобы он потерял сознание или в ужасе убежал, не предпринимая каких-то агрессивных действий. В предвыборной кампании Саакашвили, президента Грузии, насколько можно опираться на средства массовой информации, использовались какие-то способы воздействия на митингующих, на толпу, после которых люди очень плохо себя чувствовали. То есть это то же самое воздействие на психику. К психотронному оружию современные специалисты относят и эффект 25-го кадра. Удивительно. Сама эта теория была развенчана еще в прошлом веке, но дала мощный толчок развитию зашифрованных аудио и визуальных посланий под корку мозга. Существуют гораздо более ухищренные способы, когда можно, допустим, закодировать речь человеческую, закодировать изображение и также поместить его. В некоторых вариантах это... Ну вот нам встречались в экспертизе, которую мы проводили. Ну это сделано было очень кустарно, но тем не менее все равно действенно. На подсознание человека может влиять даже обычный просмотр телевизионных программ. В декабре 1997 года в Японии разразился громкий скандал. Более 700 детей попали в больницы после просмотра очередной серии популярного мультфильма «Покемон». Расследование показало, в мультфильме применен опасный для детской психики спецэффект, связанный с быстрым мельканием красного и синего цветов. У самых впечатлительных малышей начались головокружение, тошнота и даже судороги. Правильная подборка слов, правильная подборка музыки, сцен и цветов уже может оказывать колоссальное посилье воздействия на человека. Власти собрались было запретить сериал, но под напором общественности вернули его на экраны. Неужели авторы мультфильма сумели создать у детей настолько сильную зависимость от него? Известный сектовед Александр Дворкин говорит, для воздействия на сознание человека и управления людьми технические средства не нужны. Не думаю, что существует вот такое некое такое массовое психологическое оружие, не думаю, что оно когда-либо будет найдено. Но это не значит, что нет методик манипулирования сознанием, и я специалист как раз по тоталитарным сектам, которые эти методики манипулирования сознанием используют. У сектантов-вербовщиков намётанный глаз и целый набор приёмов. Похожими методами пользуются цыганские гадалки. Яркая одежда, очень много хаотичных жестов, определённый тембр голоса, определённый темп речи, который автоматически перегружает восприятие, то есть сознание человека говорит, «Со, всё, всё, хватит, и поехал». Виктор Толстяков – специалист по нейролингвистическому программированию или НЛП. Это целая система, которая, как говорят её сторонники, позволяет незаметно управлять поведением человека. Феномен, который называется каталепсия, то есть, допустим, если я буду очень целенаправленно смотреть вам в глаза и что-то говорить, да, при этом соблюдая определённую интонацию голоса, там, определённый темп, подстраиваясь под ваше дыхание, ваши физиологические параметры, то через некоторое время у вас наступит некое такое застывание, цепенение. Вы удивитесь, но методы управления человеком доступны едва ли не каждому. Достаточно войти в доверие и вызвать сильную эмоцию. Иногда просто помочь в трудную минуту. Деньгами, связями, вниманием. И сознание другого человека у вас на крючке. Во время стресса внушаемость повышена. Именно этим пользуются тоталитарные секты. Технологию неплохо освоили и мошенники. Сколько раз бывало такое? Люди приходили на презентацию книги или парфюмерии, а в итоге отдавали незнакомцам не только деньги, но и прямо на месте отписывали свои квартиры. Потом они сами не могли объяснить, как почему это происходит. Это неосознаваемые компоненты, воздействующие на психику человека. Как не попасть на крючок людям, которые могут подчинить себе ваше сознание? Как не потерять не только своё «я», но и зачастую свою жизнь? Специалисты предупреждают нас словами Булгакова из «Мастера и Маргариты». Не разговаривайте с незнакомыми. А если так, не пейте с незнакомыми лучше всего. Не ешьте – не пейте. Потому что сочетание психотропных препаратов, допустим, и алкоголя, наркосодержащих и алкоголя, оно и действует может летально. С одной стороны, с другой стороны, оно всегда вызывает, если это в небольших дозах, то вызывает десолюцию сознания, то есть изменённое состояние сознания. В таком состоянии человеку можно ввести любую командную директиву, и он будет выполнять её. Эксперты, работающие с сознанием и подсознанием, считают, все методы воздействия на человека уже открыты, и ничего принципиально нового придумать невозможно. Ещё в 19 веке великий русский психиатр и мировой непререкаемый авторитет Владимир Бехтерев издал работу «Внушение и его роли в общественной жизни». Этими знаниями до сих пор пользуются современные психотехники. Манипуляции сознанием человека начинаются только при совпадении определённых факторов. Например, предложения секты должны отвечать нашим интересам. Учитывая, что у многих, особенно молодых людей, ещё отсутствует внутренний стержень и критический взгляд на жизнь, они становятся лёгкой добычей для вербовщиков различных сект и откровенных мошенников. В секты не приглашают. А куда приглашают? На бесплатный курс английского языка, или на какие-нибудь курсы, как научиться рисовать за сутки, или на какую-нибудь весёлую молодёжную тусовку, или на интересную высокооплачиваемую работу. За яркой вывеской курсов личностного роста, открытие потенциала, уникальных практик, как правило, скрывается либо секта, либо мошенники, которые разденут вас до них. «Если человек переживает стресс, он гораздо более внушаем, на него легче воздействовать. Вот если эти две вещи совпадут, то вероятность того, что любой человек попадёт в сект, весьма и весьма велика. Или, как вот среди нас, сектоведов, есть такая невесёлая поговорка, а у каждого человека есть свой гуру и ваше счастье, если вы его никогда не встретите». Это популярный писатель-фантаст Василий Головачёв, автор более чем 40 романов. Он много наблюдает за окружающей действительностью и сделал шокирующий вывод. «Иногда это всё равно страшно становится. Когда пишу роман, я набираю информацию из всех источников. Это и наука, и мистика, и сказки, и всё что угодно. И всё однозначно говорит о том, что человечество каким-то образом управляется». «И это вовсе не пресловутая мировая закулиса», говорит писатель без тени улыбки. Головачёв называет таких правителей «пастухами человечества». И это не люди. «Пришельцы присутствуют на Земле очень давно, очень давно. Это, может быть, даже миллионы лет. И я действительно написал несколько романов на эту тему и, наверное, буду продолжать. Да и сейчас пишу в этом плане, что существует две расы, которые, так сказать, борются за влияние над человечеством. Ящера-люди, скажем, змеи-люди, да? Ну, это очень условно всё». Прозрение писателя или просто странные мысли фантаста? Скорее всего, мы не получим окончательного ответа. Да и большинству людей вряд ли нужна лишняя информация. Иногда лучше жить в счастливом неведении. Так спокойнее. Эксперты без тени сомнения утверждают, на наше сознание так или иначе оказывают влияние. И понять, кто это делает, порой почти невозможно. Но защита от любого вмешательства в нашу жизнь есть. Надо жить своим умом, не верить словам и всегда критически воспринимать действительность.